С праздником всех Великой Октябрьской Революции! Сегодня такое необычное видео. Я скину несколько сюжетов. Сам снимал сегодня сам праздник мероприятия, митинг. Было все здорово. Очень много было зрителей, очень много было людей. Людей было неравнодушных. Это очень порадовало. Честно скажу, знаете, как на праздники побывал. Как раньше, помню, с родителями, маленький был еще, мы с родителями ходили на все эти подобные праздники. Коммунистические, так называемые. И я, честно скажу, сегодня испытал удовольствие. Мало того, там у нас был оркестр, который играл гимн Советского Союза. Это такая ностальгия сразу прям. Огонь. Была кухня, военные привезли. То есть коммунисты договорились. Бесплатно всем сладкий чай. Причем вкусный сладкий чай. И гречневая каша с хлебушком, с маслом. Причем на пасль. И никто ни копейки ни разу не взял. Вы хоть один праздник Единой России. Подадите чайку бесплатно попить. Одуреете от цен. Если что-то скушать, так и того подавни. Так вот, сегодня еще был необычный момент. Момент этот произошел на центральном рынке в городе Абакане. Я уже собрался ехать домой. И увидел стоит молодой парень. Завтра он проснется, конечно, звездой Ютуба. Это сторонник у нас народного. Вот эта вся шарашкиная контора. Которая занимается якобы срывом. Ну не якобы, они занимаются срывом выборов. Которые призывают голосовать против. У них на спине это все написано. Но под таким хитрым контекстом, что мы просто ведем опрос. Как вы относитесь к тому, всему и так далее. Видео я сейчас выставлю. Вы все можете услышать. И его мнение услышать. Он от меня не бегал. Я ни за кем не гонялся. Я поступил мудрее. Просто поговорил с человеком по-человечески. И выяснил все, что думает любой человек. По крайней мере в Хакасии. Который уже устал от олигархического беспредела. От этого просто идиотизма. От этих долгов. От этих съемных квартир. От этой жалкой, бедной жизни. И придумывать ничего не надо. Я прям выставлю это в интернет. И вы сами смотрите и слушайте. Ладно, это я говорю. Но если такие вещи говорят люди, которые работают сейчас. Это машина, махина, работающая против коммунистов. Которая работает против Коновалова. Вот эта вся машина изнутри думает совсем иначе. Люди реально за копейку готовы уже практически мать родную продать. Потому что, ну, жрать людям нечего. Все печально. Дно у нас в Хакасии уже пробито. Как вы знаете, у нас многомиллиардные долги в республике Хакасии. Хуже уже некуда. Ребята, мы не живем плохо. Мы живем в яме. В настоящей яме. Ну, все. Немножко сюжетов таких небольших с праздника. А это был праздник сегодня. Сюжет один моего, по ходу интервью, по всей видимости, небольшого интервью сторонника, так сказать, сторонника народного депутата или главы кого-то. Господи, все запомнить не могу. Шарашкина контора, честное слово. Самое интересное, этих людей поддерживают высокие политики. Поддерживают мэр Саиногорска, мэр Абакан. Как будто им заняться нечем в городе. Что в Саиногорске полная задница, что в Абакане полная задница. Они как выборы начинаются. Они что-то начинают маленько нам пыль в глаза бросать. Конечно, он сейчас будет картину угнать. А по факту это все бандиты и преступники. Сейчас в Красноярск приехала мафия развожаевская, хлопоневская. И они творят, что хотят. Вот эти все провокации, это все оттуда идет. Вот, в Красноярск. Вы посмотрите, сколько ботов в интернете, которые пишут прям в такие гадости. Как будто они знают, что тут у нас творится. Ну, понятно, работают по заказу. Так вы зайдите, они у себя, главное, пишут там. Понятно, что там фотографии левые стоят. Информация левая. Вы посмотрите, там единственная информация, это что голосовать против, срыв выборов и так далее. А заходишь к ним в друзья, а у них друзей-то с Хакасией-то и нет. У них там все друзья, там родственники, деди, все в Красноярске почему-то живут. Теперь вопрос, какого лишнего они у нас тут забыли? Работают они здесь? Работают на то, чтобы у нас с вами Хакасов, кто живет в Хакасии, не было денег, чтобы все это будет качаться дальше. В лучшем случае Москва-Питер, ну и Красноярск будет свое прихлебывать. А еще для новости, кто не в курсе, Развожаев хочет, и не только Развожаев, ну вообще команда, к Красноярскому краю Хакасию присоединить. Кто хочет в Красноярский край переехать? Я не хочу. То, что вот сейчас случилось у нас с вами в Приморье, что у нас там коммунистов придавили, но при этом Дальневосточный округ им от Сибири подарили два региона. Кто не в курсе, посмотрите новости. То же самое хотят сделать с нами. Хотят придавить коммунистов, потому что знают, что если придут коммунисты, они по пересаде. Просто они хотят сделать все проще, ход конем. Они хотят присоединить Хакасию к Красноярскому краю. И все их дамочки нормально разрулили. В общем, думайте своей головой. Я высказываю свою точку зрения. У вас своя голова на плечах. Еще раз напомню, особенно тем, у кого ипотеки, кредиты, старые драные машины. Те, у кого долги, нет работы нормальной, получаете копейки, сопли, эти слезы противные. И на работе в большинстве сейчас предприятий, организаций, на СААЗе. Мне отовсюду пишут сейчас. Я на самом деле популярный, кажется, человек. Мне пишут отовсюду и пишут конкретно. И звонят, и говорят, слушай, Слава, ты в курсе? Нас агитируют, чтобы мы все голосовали. Не дай бог мы не проголосуем, нас всех поувольняют. Я говорю, так вы понимаете, что вы можете там сказать, да, да, я, конечно, буду голосовать против, но при этом прийти и проголосовать по чести, по совести. Не забывайте, что вы люди, что мы все люди. И в СССР в нем жили люди. Сейчас все злые, потому что бедные. Хорошо, красиво улыбаются только олигархи, богатей, которые жрут за наш счет. Вот так вот. А сегодня ездил на автобусе. Давно не ездил. Стараюсь больше пешком, конечно, ходить. И люди, вы не поверите, в автобусах там. Ну, в основном, скажем так, 98-99% люди, которые ругают действующую власть, потому что реально все ездят на автобусе, в нищете, в долгах, в кредитах, с маленькими, вонючими зарплатами. И вот реально поддерживают канавал. Я честно скажу. Я вот так удивлен был, смотрю, там бабушка рядом сидит, говорю, вообще, что на самом деле думать это? Мы говорим, ну все, мы что, дураки, мы не понимаем, что ли, что разважаем. Сейчас его тут в пиарят. Путин, говорит, отправил его сюда проконтролировать проведение выборов, а он уже заявляет, что я хочу быть главой. Говорит, ну мы-то не дураки, мы же понимаем, что он с этой же командой, с этой же кормушки. То есть люди не дураки. Люди уже реально понимают ситуацию. И уже надоело всем бояться. Люди очухались, оживают. В регионах губернаторы, там которых повыбрали новых, там ЛДПР, коммунисты и другие там справедливоросы и так далее, они уже начинают чистки. Они уже распродают вот эти все автопарки дорогие. Они там яхты, все это производят. Вы посмотрите в интернете это на самом деле. В Новосибирской области давно уже губернатор там с 12, 14 года губернатор коммунист. Так вы посмотрите, про Новосибирск что-нибудь слышите? Да там никто его не будет излучить, но при этом в городе все прекрасно. Дороги там наладят, там другой уровень, другая жизнь. Только мы сейчас поменяем сначала губернаторов, потом поменяем правительство и поменяем президента. Пока президента в своем месте, пусть держит в рубеже. Ну а дальше, понятно, что он последний срок уже сидит. Ну а дальше будем выбирать уже достойного президента. И скорее всего это будет Грудинин. Что-то я уже далеко зашел, мечты, мечты. Ну, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Да, и то, что один кандидат, как бы. Почему как бы? Ну, есть вероятность того, что если проголосуют меньше 50% от всех пришедших, то что будут опять выборы через 3 месяца. Так а зачем еще одни выборы через 3 месяца? Если выборы уже были. В сентябре было 4 кандидата. Три кандидата слились, из них действующий Зимин. Вот сколько еще хотят. А кто это такие вообще? Ну, те, которые, если сейчас Коновалов не пройдет, опять же, так же, как было вот. То, что 2 претендента и проголосовало меньше 50% населения. Нет, а зачем? Ну, выборы же были. Было 4 кандидата. По факту же, ну, правильно я говорю? Да. 4 же кандидата БЭРа. Три где? Слились. Этот остался какой? Достойный. А у тебя квартира есть своя? Нет. С родителями живешь? В общежитии. В общежитии. Так вот ты в этом общежитии будешь еще долго жить с таким правительством. Я себе серьезно говорю. С таким правительством ты будешь жить еще в общежитии долго. Потом в съемной квартире будешь, как я, жить лет 30. Потом ты залезешь в ипотеку, как я. Будешь платить по 27 тысяч в месяц. Из них 21 тысячу ты будешь отдавать процентами. И все вот с этим правительством. У тебя же на спине написано против. Так вот против ты будешь как раз голосовать против своего будущего, против своего счастья. Нет, там против написано в плане того, что как бы достойного кандидата нужен выбор. А это не достойный кандидат, который обошел действующего главу, действующего главу обошел. Это не достойный кандидат? Достойный, я с вами полностью согласен. Ну, хоть обещают денег-то дать за это? Ну, как бы да, обещают. Ну, не дали еще, да? Еще пока есть. Ну, а по факту-то, честно скажи, по факту, сам-то ты как думаешь? Ну, я считаю то, что Коновав, да, действительно достойный человек. Ну, там посмотрим, как люди будут выбирать его. А тебе звонили с Москвы, вот с опросом с этим? С Москвы, да, звонили. Но я как бы не стал отвечать. И правильно сделал. Да. И правильно сделал. Потому что ты здравомыслящий молодой человек. Потому что ты не хочешь так дальше жить. Да. И вот я надеюсь, люди все это услышат и увидят. И то, что вот у тебя рюкзак на спине, и ты закрыл слово против, это тебе большой плюс. Вот если вот такая молодежь будет у нас, я буду счастлив, я буду знать, что будет все нормально. И я буду знать, что ты потом в дальнейшем будешь за мое право бороться, а не за право олигарха. Развожаев это олигарх. Красноярская мафия сейчас к нам уже зашла сюда по полной. Он красноярец. Поэтому ты все правильно делаешь. И говорю, не навязывай никому. Я не навязываю, я просто спрашиваю, кто хочет, отвечает. Вот и правильно. По факту. Ну, спроси меня, какие вопросы есть. Вот спроси. Давай по вопросам пройдемся. 11 ноября знаете то, что будете? Да, будут выборы. И то, что один претендент на выборы. Да, знаю. Вот. А вы считаете нормально этим? Да, это нормально, потому что уже три тура было, отсеялись враги. Бестолочи. Ну вот, а вы знаете то, что если большинство пришедших на голосование, будет законовало то, что он будет действующим главой. Да. А если проголосуют против, то будут еще одни выборы. Это тоже я знаю, да. Ну вот, в принципе, на этом весь опрос и закончен. Как бы сообщаем то, что вот, чтобы люди пришли действительно, проголосовали. Ну и правильно, правильно все. Они считают, многие люди, то, что если бы они сидят дома, это они голосуют против, а считается от числа, кто пришел уже. Да, 50% плюс один. Да. И дай бог, чтобы так и было. Чтобы мы сменили с вами эту воровскую власть, этих олигархов и все предприятия, которые находятся у нас на территории Хакасии, а у нас их много. И угольные разрезы, и СААС, и чего только нету, и все недра, которые ввозят сейчас за бесплатно. Налоги они не платят в нашу газу. У нас задолженность, сколько миллиардов, знаешь, Хакасии? 28 миллиардов долгов. И это все благодаря олигархам, зимина команды. Развожаев, это то же самое. Да, хотя у нас вся таблица Менделеева в земле есть, можно своими недрами пользоваться. Вот именно, правильно мыслишь, молодец. Можно твою спинку еще посмотреть? Рюкзак. Я не хочу снимать. А ну хочешь, не хочешь, но в любом случае, молодец, что ты, по крайней мере, имеешь в голове трезвую точку зрения. И дай бог, ты проголосуешь так, как надо. Все, тебе удачи, всего хорошего. Спасибо. Уважаемые товарищи, слово предоставляется депутату Государственной Думы четырех созывов, председателю Всероссийского Женского Союза, Надежда России, руководителю аппарата фракции. В этом травить людей, которые здесь живут. Хватит обогащать олигархов, которые даже не приезжают сюда, подсчитывая свои доходы и строя себе сооружательные яхты. Только за прошлый год, за половину прошлого, 17-го года, население Хакасии сократилось на 542 человека. В 17-м году выехали только 142 человека. С ним смотрит вся страна. Да здравствует 101-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции. Да здравствует свободная коммунистическая Хакасия. Мы знаем, кто наш глава. Давайте скажем, наш глава Коновалов. Наш глава Коновалов. Наш глава Коновалов. Наш глава Коновалов. Спасибо. Ура! Спасибо. Вот сегодня уже прошел у нас митинг и не поверите, Советский Союз уже подключается. Бесплатно раздают сладкий чай, бесплатно кормят кашкой гречневой. Люди, посмотрите, спокойно подходят, кушают. Никто с них ни копейки ничего не берет. Я здесь тоже был. Все здесь были. Замечательно все у нас здесь. Какасия, вперед. Голосуем за изменения. Вспомним Советский Союз. Я его помню. Это была самая лучшая пора. Ура! Ура, ура, ура. За Коновалова. За Коновалова. Субтитры сделал DimaTorzok Самое интересное, говорю, отрицательных комментариев-то нет. Есть, конечно, люди, которые, ну, хамоватые маленько. Они даже как бы поддерживают, но при этом через маты. Ну, надо быть цивилизованным. Нужно общаться более комфортно, приятно. Люди и так злые стали. Поэтому будем, ребята, добрее. Все. Рад был встрече. Всех с праздником. Канал качаем. Едем дальше. Пока-пока.